ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Их экологи выявили в ходе совместного с прокуратурой рейда. Теперь председатели садоводческих обществ ждут штрафные санкции. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ По результатам обследования выявлены несанкционированные свалки на территории садоводческого товарища «Состроитель» и садоводческого потребительского кооператива «Нефтехимик». В отношении виновных лиц будут оформлены административные материалы, выданы предписания об устранении нарушения. Сегодня в Татарстане открыли кафе, правда, только летние веранды. Если раньше первым делом в них подавали меню, то теперь термометр. Это одна из мер профилактики, которые необходимо соблюдать. Правда, гостей пока немного. Официанты протирают столы после почти двухмесячного простоя. Сегодня день открытия, только вот ажиотажа никакого нет. Пару человек были в обед, но гостей ждут ближе к вечеру. Тем более, что руководство объявило своеобразный сбор постоянных клиентов. Соцсети, Инстаграм, телефоны всегда с нами были. То есть мы своих гостей всегда держали на связи. Руководство заведения время в период особого режима не теряло. Пока одни работали на доставку, другие разрабатывали новое меню. Новая технология изготовления блюд. Методы новые. Сготовление мяса, баринады. Все очень вкусно. Открытие летних веранд – это еще одно послабление после введенных ограничительных мер в период пандемии. Конечно же, рестораторы ждут, когда разрешат работать в полную силу, используя все площади. Тем более, что люди соскучились по развлечениям. Соскучились по кафешкам, по прежней жизни. Хотелось бы очень посидеть с друзьями, понаслаждаться общением. Я очень соскучилась по кафешкам, по ресторанам быстрого питания. Вот сколько этот карантин длится уже. Мы давным-давно хотим куда-то сходить, но, к сожалению, все было закрыто. В ближайшие дни, я думаю, в понедельник мы уже хотим сходить в какое-нибудь заведение отдохнуть. Конечно же, люди ждут, когда снимут другие ограничения. Одним хочется отправиться на пляж, другие ждут открытия границ. Но точных сроков пока нет. Все будет зависеть от темпов снижения заболеваемости коронавирусом. Александр Комаров, Фахри Исламов, Новости НТР. Сегодня в Татарстане зафиксирован 11-й случай смерти от коронавирусной инфекции. Скончался житель Альметьевского района, 76-го года рождения. В Нижнекамске за сутки трое новых заболевших. Все контактные пациенты находятся дома на изоляции с симптомами ОРВИ. Ранее в городе был зафиксирован 171 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровело за сутки 6 человек. Следственный комитет начал проверку в отношении московской журналистки Юлии Латыниной. Напомним, обозреватель в эфире «Эхо Москва» в апреле распространила ложную информацию о неготовности Нижнекамска к борьбе с коронавирусом. Якобы у нас резкий рост смертности от пневмонии. Следственный отдел вызвал ее для дачи объяснений. Ее адвокат Марина Андреева сказала, что не понимает, в чем ложность озвученной журналистам информации. Понравилась новость? Или вы что-то пропустили? Не переживайте. Вся информация есть на нашем сайте ntrdefis24.ru и во всех социальных сетях. Поднесите ваш телефон и считайте QR-код и попадете на наши странички. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские на территории городского парка «Семья» задержали 32-летнего местного жителя. У него было обнаружено изъято 9 полимерных пакетов с неустановленным веществом. Экспертиза показала, что порошок является наркотиком синтетического происхождения. Задержанный не стал отрицать свою причастность к торговле наркотиками. В дальнейшем оперативники обнаружили в лесопосадке городского парка 12 приготовленных для сбыта пакетиков с наркотическим веществом. Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Нижнекамские железнодорожники призвали водителей к дисциплине. Сегодня они совместно с сотрудниками ГИБДД провели акцию «Мнимание переезд». Автолюбителям раздали листовки, чтобы еще раз напомнить о необходимости соблюдать ПДД на переездах. Профилактическое мероприятие посвятили Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам. Как это было, расскажет Альбина Валяева. Звуковой сигнал предупреждает о приближении поезда. Проезд запрещен, машины замирают в ожидании. Нарушать правила здесь нельзя. Сегодня за соблюдением ПДД на переезде следят нижнекамские железнодорожники и сотрудники ГИБДД. Они совместно проводят акцию «Внимание переезд». Акция нацелена на то, чтобы привлечь внимание к этому сложному вопросу и напомнить людям о том, что поезд или движущаяся машина не остановится, он ее просто сметет. И переезжая через железнодорожный переезд, то есть вы имеете ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь тех, кто едет вместе с вами. Профилактическое мероприятие приурочили к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам. Водителям раздали информационные листовки, чтобы еще раз напомнить о важности соблюдения элементарных правил дорожного движения. Большое вам спасибо за вашу нужную работу. Народ вам благодарен. На переезде надо соблюдать правила, это же поезд. Не остановишься, как машина. Ежедневно на этом участке курсируют по шесть поездов. С начала этого года на переезде аварий зафиксировано не было. Но нарушителей все же есть. За проезд на красный или объезд шлагбаума наказание достаточно суровое. Штраф в размере тысячи рублей, либо лишение прав на срок от трех до шести месяцев. Быть более внимательными просят и пешеходов. Они должны переходить железнодорожные пути в установленном месте. Напомню, в апреле этого года именно здесь поезд бил пожилую женщину насмерть, которая не заметила приближения состава. Альбина Валиева, Евгений Лызаев, Новости НТР. Станет еще красивее и удобнее. В парке «Семья» начали вторую очередь с реконструкцией. Организаторы проекта подошли основательно и не просто начали выкладывать тропинки там, где захотелось им. А, к примеру, из народной тропы сделали тропу «Эко». Какие еще пожелания были учтены, узнавал Александр Комаров. Гена рассекает по дорожкам на самокате и ждет, когда достроит тротуар в глубине леса. Не то, чтобы дорожки там нет, просто она для велосипедистов. Но пользуются ей еще и пешеходы. Теперь с появлением дублера гулять и кататься станет безопаснее. Будет меньше шансов, что ты круто врежешься и что-нибудь упадешь на море. Будет удобнее кататься. К работам по благоустройству проектировщики подошли с умом и сделали все для людей. Вот яркий пример. Из дорожки, которую натоптали нижнекамцы, сделали «Эко-тропу». В ходе эксплуатации мы понимаем, что появляются какие-то новые тропы народные. Парк живет своей жизнью. Люди к нему постепенно привыкают. И появляются их какие-то нормальные потребности, так скажем, в каких-то новых пешеходных путях. Поэтому решили направить вот эту сумму на дополнительные тротуары. Вот эта «Эко-тропа» дополнительная, которая идет в Березовую рощу, соединяет, будет выходить к амфитеатру. Вторая очередь реконструкции производится по программе развития общественных пространств и по нацпроекту формирования комфортной городской среды. На все работы выделено 10 миллионов рублей. Площадка для воркаута тоже претерпит изменения. Но здесь не просто заменят старые тренажеры на новые. Дело в том, что архитекторы советовались с руководством парка, и те посоветовали, какие тренажеры убрать, какие поставить, а какие вообще не пользуются популярностью. Помимо дорожек и тренажеров в парке «Семья» появится «Лунапарк». Но эти работы проводятся исключительно за счет инвестора. Возводить аттракционы уже начали. Александр Комаров, Фахрис Ламов, Новости НТР. Разбитый Нижнекамск. Речь идет о белоснежных буквах, которые стали украшением проспекта Вахитова. Инсталляция, установленная в честь 50-летнего юбилея города, постоянно подвергается атаке вандалов. В этот раз отломились обшивки двух букв «С» и «Н». Объемная надпись сделана из пластика. В ближайшее время специалисты Управления строительства и архитектуры планируют заменить материал букв на более качественный. К тем, кто относится, ломает вот то, что украшает наш город и дает ему имя, и то, что это Нижнекамск, я отношусь плохо. Я за то, чтобы наш город всегда был любим каждым жителем нашего города. Варварство, а больше как назвать таких людей? Это молодежь, неуправляемая нынче. Вот что я хотела сказать. Ну, наверное, надо какие-то все-таки проводить мероприятия, агитацию какую-то проводить, что ли, с ними, работу надо с ними проводить. Об этой теме нам рассказали телезрители. Если у вас есть важная или интересная информация, звоните нам по телефону 40 07 70. Пишите на WhatsApp его номер 8 917 93 73 077 или на сайт ntrdefis24.ru В части Нижнекамска сегодня отключили горячую воду. Связано это с ремонтом трубопровода. В списке больше 50 домов. Если на Гагаре до Химиков спортивной воду включат вечером 17 июня, то на Вахитово, Гагаре на и спортивной только 24 июня. Защитные маски и Олимпийский комитет. Сегодня депутаты Государственной Думы России посетили наш город. Что привезли народные избранники с собой и как поддержали нижнекамских спортсменов. Смотрите в сюжете Кирилла Довкаева. Рабочие на строительной площадке журналисты на футбольной. Сегодня в Дюсташане в Тихимикс. В компанию с Айдаром Медшином и представителями Нижнекамской Тихимы приехали депутаты Госдумы Ирик Зинуров и Марат Бореев. Мы вам передаем эти маски. Желаем вам быстрее начать сезон. Тренировки и, конечно, здоровья вам и вашим ребятам. Сотни защитных масок, учитывая, сколько ребят учатся в футбольной школе, подарок как нельзя к месту. Ко времени пришелся юбилей спортивного функционера Сергея Клепачева. Я хочу сказать буквально насчет спорта одну фразу. Спорт и физкультура во всем мире – это престижное занятие. И что бы у нас ни было, что бы ни происходило, какие бы передвиги нас не встречали, мы, товарищи спортсмены, всегда будем востребованы. Спортсмены востребованы, спорт популярен. Делегация посетила строящийся футбольный манеж. Работа в самом разгаре. Вскоре юные футболисты смогут заниматься здесь круглый год. Дюсша превратится в настоящую академию. В гости к гимнастам и баскетболистам тоже не с пустыми руками пришли. Партию масок передали и суда. Но помимо средств защиты, поводом для визита стал еще и диплом от Олимпийского комитета в адрес Николая Моржина. Поздравляю, благодарю вас за ваш многолетний добросовестный труд и эффективный. Надеюсь, что вы и дальше будете радовать нас и детей в первую очередь своими знаниями, своей работой и своим опытом и стилем жизни. Спасибо вам. Следом, делегация направилась в Ледовый дворец, где также передала защитные маски воспитанникам спорт-клуба «Нефтехимик». Кирилл Довкаев, Марсель Джураев, Новости НТР. Что обозначают цвета российского триколора, кто самый известный? Русский баснеписец и какая самая популярная игрушка в нашей стране? Ответы на эти вопросы знают жители Дома химиков 25. В честь праздника Дня России они украсили свой подъезд и провели познавательную викторину. Голуби, триколор, шары и рисунки. Жители третьего подъезда Дома химиков 25 готовятся ко Дню России. Идея украсить подъезд была общей. Я патриот, я горжусь своей страной. У меня еще вот такая вот наклейка есть. Я нарисовала собаку. Она пограничная, охраняет наш подъезд. Украшают подъезд здесь практически на каждый праздник. Дружные соседи частенько устраивают чаепитие. Доверяют друг другу настолько, что коляски и велосипеды оставляют прямо на площадке. Коллективы очень дружные соседи, очень дружные. Все друг друга поздравляют с праздником, с Новым годом, 8 марта. Мы постоянно отмечаем в подъезде, украшаем все эти подъезды. Стараемся по мере возможности как-то друг друга не забывать. В этом году у нас год добрососедства. А вот в этом доме добрососедство, оно заселилось с самого заселения, так скажем, с первых дней. Это здесь чувствуется. Здесь люди друг друга знают, уважают, ценят. Стоит только небольшой клич бросить, они все вместе дружно собираются. Что-то нужно помочь кому-то, что-то нужно сделать. Все вместе это все делается. Дорогие нижнекамцы, поздравляю вас всех с Днем России. Желаю всем крепкого здоровья и чтобы скорее этот коронавирус покинул нас. Что такое триколор, какое дерево является символом нашей страны и как называется самая популярная игрушка. Для жильцов устроили познавательную викторину. Вопросы исключительно о России. Как называется государственный символ, на котором изображен двуглавый орел. Герк. Герк. Пять с плюсом. Завтра веселье у дружных соседей продолжится. В 10 часов утра в нескольких микрорайонах города для нижнекамцев организуют праздничные концерты. С Днем России! Ура! Айгу Леблонская, Евгений Лозаев, новости НТР. Мы поздравляем всех нижнекамцев с наступающим праздником. И пусть над нашей страной всегда будет чистое небо. Сразу после окончания новостей смотрите очередную серию проекта «Хочу домой». В этой программе мы каждую неделю рассказываем о бездомных животных. Несколько кошек и собак уже нашли новый дом. А вот Дана только в поисках доброго хозяина. Собаку предавали дважды. Но она все равно остается жизнелюбивым животным. Характер, конечно, поменялся. Точно такая пожуще стала? Пожуче стала. Себя она в обиду, конечно, никогда не даст. Но сильных собак она чувствует и может вовремя уйти. То есть конфликты сглаживает? Сглаживает. Первая – никогда на рожон не лезет. О том, что любит делать Дана в жаркий летний день, смотрите в программе «Хочу домой» уже сегодня в 19.20. И напоследок рекламная информация. Только в июне в автосервисе «Драйв» суперакция. Удаление катализатора, чип-тюнинг и установка пламя-гасителя бесплатно. Строителей 41А. Телефон 8-919-639-67-97. До свидания. В автосалоне «Драйв» по многочисленным просьбам. Весь июнь – акция на автомобиле «Рено Дастер» и «Рено Каптюр» с 2017 года выпуска. Удаление катализатора, чип-тюнинг и пламя-гаситель бесплатно. Строитель 41А. Телефон 8-919-639-67-97. В пятницу 12 июня в Нижнекамске малооблачно-небольшой дождь. Температура воздуха днём плюс 21 градус. Ветер с северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В субботу пасмурно, без осадков. В субботу пасмурно, без осадков.